Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня мы поговорим, как смотреть на Бога, смотреть на Иисуса. Это то, что для нас, конечно, самое главное, самое важное. Смотри, когда ты отдаешь и ничего не ожидаешь взамен, тебе легко не обижаться тогда. Понимаешь? Потому что ты не ожидаешь. А с кого мы наполняемся? Кем мы наполняемся? Мы наполняемся Богом. И мы наполняемся тем, что из нас начинает течь, то, что есть у Бога. И вы знаете, есть хорошее местописание, когда Иисус говорит в Нагорной проповеди, Матфея 7, 12. Он говорит, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Так или нет? Это называется вообще золотое правило. Золотое правило. Знаете, мы всегда хотим, чтобы к нам хорошо относились. Я не видел ни одного человека, который подошел и сказал, ну дай мне в морду еще раз. Ну плюнь в меня. Видели вы таких людей, а? Нет таких людей. Ну если это больные какие-то люди, да? То есть мы все ожидаем, чтобы люди что? Они были какими? Вот какими? Ну давайте, вот давайте. Каких вы людей хотите видеть? А? Добрыми еще какими? Отзывчивыми еще? А? Довольными, но верными. Еще что? Счастливыми еще? А? Прощающими. Смотрите, вот о чем мы говорим сейчас. Вы хотите, чтобы другие были такими. А что Бог говорит? А я хочу, чтобы вы были такими. Вот понимаете, вот где наша парадигма должна измениться? Где мышление? Мы-то всегда ожидаем, что кто-то должен быть таким. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы были такими. А мы-то молимся за того, чтобы он изменился, за эту, чтобы она изменилась, за тех, чтобы они изменились, были такими. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы были такими. Если вы хотите, чтобы они были такими, то сначала сами станьте такими людьми. Вот в чем золотое-то правило. Аминь. Вот о чем Господь нам здесь и говорит. В этом говорит весь закон и пророки. Можно много говорить обо всем, но в этом, что самая суть? Быть даятелем того, чего ты ожидаешь от других. Ожидая, чтобы другие были добрыми, сам будь добрым. Ожидая, чтобы другие, что уважали тебя, сам уважай других. Ожидая, чтобы они были верными, сам будь верным. О чем вы еще здесь говорили? Какие слова тут перечисляли? Понимаете? Вот что должно. Должно перевернуться что-то в нас. Измениться. Преобразоваться. И тогда ты по-другому смотришь на мир. Потому что ты говоришь, я, Господь, делаю то, что ты мне сказал делать. И я счастлив, что я это делаю. Аминь. Аллилуйя. Вот что говорится быть Его рекой. Быть в Его потоке. Быть в Нем и быть вместе с Ним. И вы знаете, то, что мы назвали сейчас, это никто не сказал из вас. Никто не сказал. Я хочу, чтобы они больше молились. Почему-то вам даже мысль такая в голову никому не пришла здесь. Правда? А? А про чем мы всегда в церкви говорим? Чтобы мы молились. Но никому из присутствующих никто об этом не сказал. Почему? Мы не считаем, что это главное. Правда? Потому что, наверное, сами так не молимся. Поэтому и от других этого не ожидаем. Но смотрите, что, о чем мы сказали, это, так сказать, общечеловеческие ценности. Аминь. Это независимо, где ты, в какой стране, в какой религии, где это общечеловеческие ценности. Вот все, что мы озвучили, ведь это Бог этого хочет. Все, что мы ожидаем от других людей, Бог этого хочет. Но Бог хочет, чтобы это было вначале в нас. Чтобы мы стали такими. Аминь. И когда мы будем такими, я думаю, что нас будут по-другому слушать. И тогда Евангелие, оно будет действительно доброй вестью, благой. В этом всегда была проблема, что фарисеи говорили правильные слова. Они правильные слова говорили. Но они не делали то, о чем они говорили. А Иисус, в чем была разница? Он делал, о чем Он говорил. И поэтому люди за Ним шли. А от фарисеев они убегали. И в этом была проблема. И в этом была именно конкуренция. И из-за этого они захотели убить даже Иисуса. За что? За то, что Он делал добрые дела. Понимаете, как мир реагирует, как дух этого мира реагирует на добро. Но знайте, что с нами Бог. Аминь. Поэтому мы не должны быть такими, как этот мир, а такими, как наш Бог. Как наш Бог. И поэтому Он говорит нам, любите врагов наших, благословляйте проклинающих и так далее. Такие сложные вещи для человеческого мышления, для горизонтального. Я как говорю, горизонтальное мышление. Но откуда это пришло? Оно пришло с неба. Это оттуда пришло. Это вертикаль наша. Аминь. И когда это пересекается с нашим мышлением, получается крест. То есть только через крест, через Бога, через жертву Иисуса мы становимся другими, чтобы по-другому смотреть на этот мир. Как? Через крест. Через крест. Аминь. Любить других, там, врагов даже, благословлять их. Думаешь, как это возможно? Это возможно, когда у тебя изменяется мышление. И что там потом говорит Иисус? Он говорит, если вы так будете поступать, вы будете детьми небесного Отца. Аминь. И вот в Матфея 5,45 написано, «Ибо Он привелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Аминь. Сказалось бы, какая справедливость, Господь. Вот зачем этим грешникам ты даешь солнце? Вот пусть только на моем огороде оно светит. Пусть только на моей даче будет урожай. Здесь идет дождь. А у этих грешников пусть все засохнет. Пусть они увидят разницу между служащим и неслужащим. Вот у меня солнце, дождь, у меня все так и прет. Нет, написано, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми, даже вначале стоит, и над добрыми. По-человечески это несправедливо, правда? Или справедливо? Нет, по-человечески это несправедливо. Какая для врагов, для грешников может быть такая награда, как солнце? Тьма. Пусть будет над ними. Засуха у них будет, да? Нет, Бог по-другому думает. Аминь. Потому что Он есть добро. Он отдает это добро. Он светит этим добром. Он посылает дождь, написано, на праведных и даже на неправедных. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были такими, такими вот, такими людьми, как Он. Отдавали, отдавали и не ожидали ничего взамен. Я, знаете, когда вспоминаю, у меня детское там стихотворение есть, там, Маршака, по-моему, когда крокодилу украл солнце, да, может помнить, он проглотил солнце, вот какой был крокодил, да, и наступила тьма. И когда тьма наступила, все поняли, а где же солнце, как плохо без него. Вот поэтому Бог хочет, чтобы мы были вот такими, знаете, как солнце. Вот если ты приходишь на работу, как будто солнце пришло, вот свет пришел, да, с тобой. Тебя нет, говорит, а где этот человек, почему его нету? Так с ним хорошо, от него исходит такое сияние, такая радость, такое добро, благожелательность. Аминь. Или нет? И тогда, конечно, люди понимают, кто ты такой есть, да, и что из тебя исходит. Но когда из тебя ничего не исходит, что у тебя есть, а иногда, если из тебя исходит что-то плохое, даже говорят, ну, хорошо, что он не пришел сегодня на работу, мозги выносить не будет, там, ну, или еще что-нибудь, там, да, что-то такое. И кто-то даже радуется, пусть еще поболеет. Вот так свободнее. Нет, конечно же, это не Божий план, правда? Это же не благословение. Но ты благословение. Никакой крокодил тебя, я надеюсь, что не проглотит. Аминь. Аллилуйя. Как бы враг ни старался, он не сможет тебя поглотить. Аллилуйя. Поэтому, друзья, вот какая у нас замечательная есть перспектива. Какая перспектива от Бога для нашей жизни, да, что блажение, что давать, давать. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому это чьи вообще, это чьи мысли, друзья? Это чьи идеи, это чье желание? Это Бога, правда? Мы иногда говорим, Господи, какая твоя воля, покажи мне ее, я прям не знаю, не вижу, не понимаю. Вот тебе стопроцентная воля Божья. Аллилуйя или нет? Сто процентов. Ты можешь сказать, аминь, это или нет? Или ты сомневаешься? Не, наверное, это не воля Божья. Кому-то в лоб надо все-таки дать. Кому-то вот этому не надо давать. Вот этому точно не надо, да? Нет, мы сейчас прочитали, что солнце, оно что? Оно над всеми восходит. Аминь. Что-то как-то вы не совсем как бы это видите, мне кажется, а? Вы видите это или нет? Знаете, вот иногда, вот, например, у нас у всех дома есть электроприборы, у всех есть дома электроприборы, чайник, холодильник, там, штиральная машина, я не буду все перечислять. Вы для чего их купили вообще? А? Чтобы соседям показывать, да? Типа, посмотрите, что у меня есть. Посмотрите, у меня есть вот это, у меня есть вот это, у меня есть вот это. Но оно у вас ничего не работает. Вам нужны такие приборы? Нет, потому что каждый прибор имеет свой дар. Я бы так сказал. Например, чайник, у него дар чайника. Для чего, да? Для того, чтобы кипятить, греть воду. Аминь. Холодильник имеет противоположный дар, да? Чтобы все замораживать. Ну, это вам тоже нужно или нет? Там стиральная машина имеет свою благодать. Так вот, друзья, вот эти все приборы, они не будут работать, если мы их что, не включим? В розетку, к электричеству. Без электричества это просто груда металлолома. Так или нет? Но, когда мы включаем, они начинают работать, и мы радуемся. Почему? Они отдают свое призвание. Аминь. Вот так же мы, друзья, так же мы в Боге. Кто-то тут чайник сидит, кто-то утюг там, например, там, да? Вот, все мы разные. Все мы разные, но все нужны. Все нужны или нет? Нет, мне не нужен чайник. Я как-нибудь так, без него буду холодную воду пить все время. Нет, мы не можем обойтись, поэтому в каждом доме есть вот набор, определенный набор, да, всех вот этих вот бытовых для нас приборов. Аллилуйя. Но, опять же, мы можем быть по призванию, там, холодильниками, там, не знаю, стиральными машинами, утюгами, утюгами, но если мы не включимся, мы не будем работать. То же самое с Богом, друзья. Бог нас спас для того, чтобы мы отдавали. Какой смысл в нашем спасении, если ты просто стоишь, сидишь, лежишь, но ничего не отдаешь? Никакого смысла нет, правда? Как и написано, если нет любви, то никакой нет пользы, да? То есть никакой пользы нет. Ты же берешь каждый прибор, чтобы он тебе пользу приносил. И так же Господь говорит, когда вы отдаете себя, когда вы служите своим даром, вы несете пользу, вы нужны, вы нужны. Аминь. И у каждого из нас есть свой дар, дорогие мои. И в этом-то и есть благословение. Аллилуйя. Поэтому, если у тебя отчаянник сломался, ты быстрее хочешь найти замену, починить его, купить новый. Почему? Потому что он тебе нужен. Он отдает тебе свой дар. Каждый день ты включаешь его, и он служит тебе, и служит тебе, и служит тебе. Ты ему хоть раз спасибо сказал? Понимаете, что все, что есть, создано, оно создано с какой-то целью. С какой-то целью и ты создан. И поэтому, если ты просто живешь и не исполняешь эту цель, не отдаешь, тогда ты несчастный. Правда? Вот что с чайником? Какое мне счастье быть чайником или утюгом, когда я никому не нужен, никто меня не включает, никто не пользуется мной. Значит, я не нужен. Аминь. Понимаешь, когда ты начинаешь служить, ты нужен Богу, и ты нужен людям. Аллилуйя. Поэтому бывают люди, которые никому не нужны, они только для себя живут, и потому что они есть, что их нет, никто даже не замечает. Потому что они ничего не отдают. И они, я никому здесь не нужен, меня никто не любит. Почему? Потому что ты ничего не отдаешь, и тебе даже не заметишь, что ты есть, что тебя нет. Аминь. Потому что ты ничего не отдаешь. Чтобы мы служили. Поэтому он говорит, блажение, когда ты отдаешь. Если ты не отдаешь, никакого нет блаженства. Никакого нет благословения. Аллилуйя. Аллилуйя. Он что до них сделает для детей, для взрослых. Вы знаете, когда она умерла, она жила в Индии. То правительство Индии, оно сделало для нее государственные похороны. Государственные похороны – это как бы высшая степень почти человека. И это можно было только для царей или для президентов делать. А кто она была такая? Она была простая монахиня, простая женщина. Но за честь было королям, президентам с ней встретиться. Почему? Потому что ее жизнь – это была жизнь, даяние. Она отдавала себя постоянно, отдавала. И она ничего не требовала взамен. Почитайте ее выдержки. Сейчас просто нет времени привыкнуть. Как она говорит об обиде, как она говорит о гордости, как она говорит о верности. Она говорит, продолжайте делать добро, даже если никто вам ничего не скажет. Если даже будут против вас, вы все равно продолжайте это делать. Она жила этим. Она была действительно посланником Отца здесь на земле. Она показывала Бога в своей жизни. И оказывается, это настолько ценно, друзья, настолько ценно, что эти люди, которые самые, говорится, сильные мира сего, они искали, и это было за честь с ней встретиться. Потому что это Бог ее так поднял. Аминь. Она никому не писала там, она себя там не пиарила, не рвалась никуда-то на какие-то встречи. Но Бог показал, что когда ты служишь, как я тебя поднимаю, да? Какой я тебе авторитет даю, какое я тебе благословение даю. Поэтому, когда смотришь на нее, ты понимаешь, что действительно это не то, что сделал Господь. Она делала то, что хотел Бог через нее делать. Она говорила, я карандаш в руках Бога, который через меня пишет историю. Аллилуйя! Поэтому, если мы будем людьми, которые исполняют свои призвания, Бог будет нас и поднимать, и благословлять. Аминь. И будет происходить действительно невероятное. Нести Божье исцеление для этих людей, отображение Бога. Вот. Поэтому Писание нам говорит, друзья, делая добро, да не унываем. Вот почему мы будем унывать, когда мы ждем, что нам взамен должны тоже добро делать. Вот Иисус мог бы сказать, да? Вот что я для вас сделал плохого, что вы решили меня убить? Вот что я для вас плохого сделал, да? Только хорошее делал, делал, делал. Они говорят, вот теперь его убейте. Понимаете, Дух этого мира, Он не оценит твои способности. Он не оценит того, что ты делал. Потому что Он этого боится. Но это оценит Господь. И посмотри, что произошло, да? Да, Иисус погиб, умер, да? Это мученическая смертью. Но что это принесло? Это принесло полную победу над врагом. Аминь. Полную победу, совершенную победу, триумф Божий. Аллилуйя. Потому что Иисус сделал то, что хотел Отец. Он был этой рекой. Он был этим солнцем. Он был этим деревом, который отдавал свои плоды. И поэтому Писание нам говорит, делая добро, да не унываем. Потому что в свое время поржнем. Вы знаете, все равно мы не делаем это ради того, чтобы нам что-то дали. Но это придет. Это придет. Вы знаете, дождь, он придет. Вы знаете, как дождь приходит? Пар поднимается с земли, да? Образуются облака и так далее, и так далее. И потом, что проливается вода. Поэтому, когда ты делаешь волю Божью, когда-то эта дождь прольется на твою жизнь. Когда-то он и зальется обильно, очень обильно и зальется. Потому что ты делал то, что Бог хотел. Как у нас есть одна песня, такая, в принципе, с хорошими словами, что «Твори добро на всей земле». Аминь. «Твори добро другим во благо». Очень хорошие слова. Действительно, кому во благо? Другим во благо. Пусть это будет видением. Мы часто говорим о видении. Какое у тебя видение? Но, думаю, это и есть Божье видение, да? Творить добро. Аллилуйя. И поэтому Бог прольет этот дождь. Это благословение придет в твою жизнь. Написано, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. В жизни матери Терезы пришел огромный дождь. Потому что все эти мировые лидеры, они почтили ее, да? Вот как вот сказать, что цари придут и поклонятся тебе. Это вот как пророческое слово. Потому что Бог пролил эту дождь благословением в ее жизни. Аллилуйя. И как написано, что кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Мы должны это делать постоянно. Не оправдывать себя. Вот, я не могу то, я не могу вот это, я не могу сейчас, я буду делать потом. Нет. Бог говорит, кто вот так делает, он никогда не посеет. И значит, он никогда не пожнет. Поэтому надо творить это добро, да? Блажений давать. Утром сей семя Твое. И вечером не давай отдыха руке Твоей. Потому что не знаешь, когда будет удачнее. Но и то, и другое равно хорошо будет. Аллилуйя. Ну что, вы готовы? Аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой, мы молимся, чтобы Твои слова, они пробили. Пробили всякие духовные пробки. Вчера я промывал там у себя батареи, отопление. И вот знаете, пробки не дают воде проходить. Даже вода идет горячая, пробка, да, она не дает пройти. Кажется, что вот, почему она холодная? Потому что пробка. Поэтому Господь хочет пробить у нас всякие пробки. Слово-то идет. Аминь. Слово течет. Для того, чтобы это принесло нам тепло, нам откровение. И чтобы, опять же, это грело других. Аллилуйя. Дух Святой, мы благодарим Тебя. Убери всякие пробки, Господь, из наших ушей. Убери всякие пробки в нашем мышлении, Господь. Когда мы сопротивляемся, это есть эта пробка. Когда мы не хотим слушаться Тебя, это пробка и есть. Но мы говорим, Господь, прости нас, что мы не слушались, что мы сопротивлялись, что мы хотим делать по-своему, а не так, как Ты предназначил нам быть. Поэтому наши дары тогда и не действуют, и не слушают другим, и не благословляют. Оттого-то нам и холодно, и голодно, и плохо нам. Но Ты создал нас, Господь, для служения. Ты создал нас, Господь, чтобы мы отображали Тебя, как солнце греет, как река течет, как дерево приносит плоды, чтобы мы были подобными Тебе, Господь. Этот мир, Он нуждается в Тебе. Этот мир, Он ждет Тебя. Поэтому пусть эта любовь, она потечет через нас. Пусть это потечет. Вот Иисус сказал, вы жаждете этого. Он говорит, кто верит, пусть придет и пьет. Поэтому мы пьем Твое Слово, мы принимаем, мы жаждем, Господь, чтобы исполнить чудесный план, чудесное предназначение, дар, который дал каждому из нас, Господь, чтобы мы все служили в Доме Божьем, служили этому миру, чтобы не просто сидели, стояли, приходили, но чтобы мы отдавали. Потому что блажений давать, благословений давать, Господь. Аллилуйя! И мы отдаем Тебе сейчас, Господь, свою благодарность, мы отдаем Тебе свою любовь, свое поклонение, свое почтение. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя, Господь. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе. И мы хотим принести Тебя в Твою любовь, Господь, в Твою теплоту, твою заботу, твое милосердие, твое сострадание. Все, что есть у Тебя, Господь, все, что Ты дал нам, чтобы мы отпускали этот хлеб по водам. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, что Ты убираешь, убираешь все эти пробки, Господь, все эти твердыни, все, что мешает потечь этой реке через каждого из нас. Слава, 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 слава Тебе, Господь. Пусть Дух Святой показывает Тебе, пусть Дух Святой открывает в Тебе то, что Он вложил в Тебя, Твои дары, Твои способности, Твое творчество, все, что дал Тебе Бог, чтобы служить другим. Аллилуйя, нести это счастье, нести это свет, нести эту радость, как Вы сами говорили, верность, надежность. Аллилуйя, все эти качества, чтобы они были Вас, и чтобы они служили другим людям. Благодарим Тебе, Отец. Вся слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, и Божий народ сказал. Аминь. Давайте прославим Господа. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, слава Тебе. Если у Вас есть большое желание познавать Бога, изучать библейские доктрины, но Вы не имеете возможности, то дистанционное обучение – это то, что Вам нужно. Здесь Вы получите твердое основание христианской веры. Лидерские курсы «Свят для народов» всегда рады новым ученикам. Программа рассчитана на 9 месяцев – сентября по май. Каждую неделю Вам будет предложено прослушать аудиолекцию и заполнить тест. Изучение библейских доктрин, открытие Божьего взгляда на церковь, семью и другие сферы жизни, а также понятие успешного лидерства – все это Вы найдете здесь. Заполнить анкету для поступления и узнать более подробную информацию Вы можете на сайте церкви черджи-си.ком в разделе ученичества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова